Слушайте доктора Насколько это важное событие И планы по мероприятиям В Кировской области 14 июня это Международный день донора В данный день родился Великий австрийский иммунолог Врач это Карл Эйнштейнер Он в 1868 году родился И в первую очередь Он получил Нобелевскую премию За то что открыл группу крови И поэтому очень важно Как раз это родоначальник Переливаний крови Как таковых По совместимости по группам крови В этот день Международный день донора В первую очередь Нужно поздравлять всех людей Доноров Которые сами стали В этот день поздравляют И благодаря от людей Которые безвозмездно сдают кровь Для спасения жизни И цель данного мероприятия Это привлечение как можно больше добровольцев Для того чтобы пополнять регулярно Резервы банка крови Какие мероприятия пройдут в Кирове в этот день? Ну в данный день Именно 14-го часа В самом центре крови Будет торжественная атмосфера Любой человек который придет Пожелать сдать кровь в этот день Сможет поучаствовать в беспорядочной лотерее Получить сувенирную продукцию Службы крови Узнать побольше о самой службе крови О том для чего это все делается И получить определенные поздравления В свой адрес В этот же день в районах Так и в Орлове Состоится тоже день донора Где каждый из сдающих кровь Также получит сувенирную продукцию Надеемся что все пройдет хорошо и удачно Я в этом нисколько не сомневаюсь Вы сказали что Поздравлять принято тех кто кровь сдает А сколько людей Если такая статистика по Кировской области По городу Киров сдает кровь Как их много Да на самом деле Статистика ведется регулярно И вот по 2016 году Насчитывается по Кировской области Порядка 21 тысячи доноров Каждый из этих людей Сдает как минимум От двух до четырех раз Кровь в год Насколько это восполняет Те потребности В донорской крови Которые существуют Все потребности В компонентах крови На сегодняшний день Удовлетворяются полностью То есть количество доноров Достаточно То есть ведется огромная работа По привлечению доноров И благодаря этому Лечебные учреждения Испытывают нехватки В компонентах крови И все нуждающиеся Ее получают Расскажите пожалуйста О тех людях Которые кровь сдают Что их мотивирует На этот поступок Кто эти люди Как они пришли К такому решению для себя Ну в первую очередь Доноры Сами по себе Это люди Ну в основном Это средневозрастная категория Это люди работающие На промышленных предприятиях Это те кто Желают задавать Желают Помогать людям И приходят для того Чтобы поделиться Частички себя Вы сказали Что это люди Примерно До среднего возраста А есть ли какие-то Ограничения По сдаче крови Кто может это делать Какие ограничения есть На сегодняшний день Ограничения В возрастной категории Как таковой нет То есть любой человек Достиг же 18-летнего возраста Соответственно И здоровый Может стать донором При некоторых условиях То есть это Обязательно должна быть Прописка в городе Кирове Либо в области Если в области Тогда необходимо Предоставить справочки От врача-инфекциониста Дерматов-венеролога То есть это В первую очередь Инфекционная безопасность Заготавливаемых компонентов Крови Если человек Прописан Не в Кировской области Может ли он сдать кровь Если человек Прописан Не в Кировской области Он должен Также Предоставить информацию О контактах По инфекционным заболеваниям Предоставить справочки От врачей Либо иметь Хотя бы Временную прописку В Кировской области Более 6 месяцев Что значит Информация и по контактам об инфекционных заболеваниях? Мы должны знать точно, что человек не проживает ни с кем и больным какими-либо заболеваниями, передающимися через кровь. Как он может это доказать? Это дается справочка врачам-инфекционистам, либо центра гигиены-эпидемиологии. То есть врачи из центра гигиены выезжают на место и уже смотрят, в каких обстоятельствах живет? Нет, сам донор подходит и получает справочку о том, что он не состоит на учете у врача. И те, с кем он проживает, также не состоят на учете. У данных врачей. То есть эта справка дает 100% гарантию, что кровь, которую он будет сдавать, будет чистая? Эта справочка дает гарантию того, что он не проживает с больными. А дальше он проходит достаточно масштабное обследование, благодаря которому и можно сказать, что инфекционной безопасности обеспечена. А что это за обследование? Ну, в первую очередь, обследование для доноров. Есть два вида обследования. То есть первое обследование – это донор, который проходит перед кроводачей, и то обследование, которое в момент кроводачи, то есть непосредственно после кроводачи. Поэтому любой пришедший первый раз человек, он в день сдачи крови может только сдать анализы на обследование и пройти медосмотр. На основании вот этих данных на следующий день он может подойти и сдать уже кровь. Как таковое, то есть проходя более тщательное обследование, то есть он приходит и дает анализы, потом проходит медицинское обследование врача-инфекциониста, ой, врача-трансфузиолога, кто дает в свою очередь допуск, донации крови, либо компонента крови. После того, как донор сдал кровь, у него берутся также еще дополнительные анализы на все гемотрансмиссивные инфекции, то есть инфекции, передающиеся через кровь. То есть если что-то могло туда ему в кровь попасть, вы об этом непосредственно узнаете сразу же? Да, конечно. То есть если человек болен или что-то может нести какую-то инфекционную опасность, его кровь выбраковывается и не подлежит выдаче лечебной сети. Подробнее расскажите, пожалуйста, об анализах, которые сдаются до первой сдачи крови. То есть на что проверять пациентов? Значит, перед тем, как сдать кровь, донор приходит, у него берется это, проверяется группа крови, определяется его резус-фактор, определяется непосредственно уровень гемоглобина. Также проверяем на маркеры гепатита B данного донора и проходит обследование у врача-атом-сузиолога. То есть это спектр, который позволяет судить у его состояния крови. А уже остальные инфекционные заболевания смотрятся после того, как он осуществился непосредственно кроводачу. А почему после? Непосредственно в момент кроводачи набираются пробирочки, то есть именно в сама донация, что он не заболел накануне где-то, и он здоров. Это нужно делать именно в сам день и во время самой процедуры. Мы поговорили о нижней планке возраста, это люди, достигшие 18 лет. А что касается верхней планки, то есть до какого возраста кровь можно сдавать? Ну, ранее был возраст ограничен. На данный момент некими законодательными нормативными актами это не ограничено. Поэтому верхней планки такого нет. Главное, чтобы человек был здоров, у него не было хронических заболеваний. Да, и о тех обследованиях, которые Вы перечислили нам, они проходят именно перед первой донацией, перед первой сдачей крови. Впоследствии, если донор систематически сдает кровь, как часто у него перепроверяются данные? Каждый раз перед кроводачей донор, приходя, у него всегда перепроверяется группа крови, резус-фактор, уровень гемоглобина. Это всегда это постоянное обследование непосредственно перед донацией. А для чего каждый раз это делается? В день донации, то есть именно в этот день донации, перед тем, как зайти в операционную, данные анализы делаются. То есть они регулярно проверяются. А для чего перепроверяется группа крови и резус? Разве они могут меняться? Ну, это в первую очередь все равно защита. Еще раз перепроверяется. То есть есть ситуации, скажем так, неоднозначные. Ну, шумбрит. Расскажите, пожалуйста, о процедуре сдачи крови. То есть мы поговорили о предварительных анализах. Как это проходит? То есть человек приходит в центр, и что с ним дальше происходит? Ну, сама процедура непосредственно донации. Значит, донор приходит к нам. В первую очередь он попадает в регистратуру. В регистратуре он получает карточку, получает анкету, заполняет эту анкету, отвечает максимально открыто на нее. То есть там подписывается, что все заполнил верно. После чего он направляется в лабораторию, где задает анализы. Уровень гемогабина, вот группа крови, резус-фактор. После лаборатории он направляется на осмотр к врачу. Врач осматривает, проверяет наличие противопоказаний и направляет донора в операционную, где проводится донация крови, либо компонента крови. Сама донация крови занимает в среднем от 5 до 12 минут. Если это донация плазмы, то может занимать до часа. Во время донации, то есть донор находится в специальном кресле, которое позволяет придать то положение человеку, в котором ему будет удобно и комфортно. Находится в постоянном наблюдении медицинского персонала и достаточно активно и быстро задает компонент крови. После чего проводится перевязка и донор уходит непосредственно обратно, возвращается в регистратуру. Получает справочку на дополнительные дни отдыха. И если отказываться от питания, то получает денежную компенсацию на то, чтобы восстановиться после донации. Расскажите, пожалуйста, о сдаче крови и плазмы. Для каких нужд, для каких целей они идут? Нет, донации самой крови и плазма, то есть это в первую очередь обеспечение лечебных учреждений компонентами крови. Переливаются компоненты крови по показаниям. Строгие показания существуют, то есть это нехватка данного компонента крови. Нехватка может быть в результате какого-либо острого, то есть это может быть травма, может быть это онкологические заболевания крови, может быть это шоковое состояние. Достаточно большой перечень тех показаний, при которых показано переливание компонента в крови. Но всегда каждый врач знает, что лучшее переливание крови это то, которого удалось избежать. Но если есть необходимость в компоненте крови, ее ничем другим перекрыть нельзя, поэтому обязательно проводится переливание. Расскажите, пожалуйста, про выходные дни, которые, вы сказали, донор получает. Да, то есть каждому донору дается два дополнительных диалога отдыха, которые он может на свое усмотрение, скажем так, для восстановления сил потратить. То есть это сам день донации и дополнительно любой день, может следующий, либо какой-то в другое время. Ему работодатель обязан предоставить его. Пишите, пожалуйста, ощущения донора после сдачи крови. То есть, наверное, есть какая-то разница, находишься ты на процедуре 15 минут, как в случае сдачи компонента в крови, либо час. Есть ли разница? И как человек себя ощущает? Ну, на самом деле, вот я сам, будучи донором, тоже я сдаю, потому что и кровь, и, соответственно, плазм, плазм фореза. То есть каких-либо ощущений таких, чтобы негативных, плохих, этого не бывает. То есть всегда сдавая кровь, этот укол делается в вену, то есть здесь болезненности какой-то нет. Сама процедура, она полностью безболезненна, комфортна. И пребывание, скажем так, в самом кресле тоже это достаточно комфортная процедура. Поэтому что-то сказать плохого нельзя, а хорошее можно много. Ну, головокружение, что-нибудь там чувствуется или потеря крови ощущается? Это ощущение, вот у меня лично не было никогда такого, но бывает, да, бывают ситуации, когда человек, например, утром не позавтракал. Ну, завтрак должен быть, конечно, легкий, но жидкости тоже много не употреблял. То есть он пришел уставший, может быть, у него какая-то сессия, если это студенты, то есть стрессовая ситуация. И вот именно после донации крови, у него организм, находясь сам в стрессовой ситуации, еще получает небольшой стресс. И человек, скажем так, ухудшается самочувствие, но это ухудшение только максимум, скажем, головокружения, как вы сказали, да, если вот такое может быть. В этом случае обязательно человек остается в своем кресле, то есть за ним осуществляется наблюдение. Ему дается дополнительно, то есть он может попить и чай, может восстановиться. И, скажем так, пока у него артериальное давление не приходит полностью в норму, он не приходит в себя. То есть его контролируют постоянно. Этого человека не отпускаем, и из операционной он уже не уходит. Но когда полностью пришел в себя, в среднем это занимает, ну, порядка, если у человека было какое-то ощущение, то есть головокружение, либо что-то такого, то в среднем 15 минут на его восстановление. Через 15 минут полностью приходит в себя и уходит спокойно, сдает. Ну, дальше ведет обычный образ жизни. То есть, если я правильно вас поняла, человек, приходящий на донацию, на сдачу крови, сам должен осознавать, как именно он себя чувствует. Если это стресс, не выспавшийся человек, то лучше, наверное, пропустить, не ходить, да, отложить на другой день. Правильно? Да, то есть у нас есть в перечне противопоказания, как таковое, например, это ночные смены. То есть, если человек отработал ночь и пошел сдавать кровь, то есть это противопоказание. Потому что как раз вот эти ситуации стрессовые, они для него, ну, не очень хороши. Сдать, конечно, может, не сказать может об этом, то есть, ну, для организма, конечно, нежелательно. Расскажите, пожалуйста, как ведется работа по привлечению доноров, вот именно на первичную сдачу крови? Ну, на сегодняшний день, на самом деле, это большая, скажем так, задача, чтобы приходили ряды доноров, обновлялись. И в то же время, кроме обновления, необходимо, чтобы эти люди еще и возвращались к нам регулярно. Потому что компоненты крови, вот как я говорил ранее, заготавливаются, такой компонент, как плазма. А доноров крови тоже у нас заготавливается, так как кровь разделяется на компоненты. И один из компонентов тоже это плазма. И вот данный компонент крови должен пройти карантинизацию. Он закладывается в банк плазмы крови, и не менее 180 суток он находится непосредственно на хранении. И только через полгода донор снова приходит, сдает анализы. Если эти анализы хорошие, его компонент крови от него заготовлен, то есть плазма полгода назад, выдается в лечебную сеть. Поэтому очень важно и работать над тем, чтобы люди не просто один раз пришли, сдали и ушли, а чтобы они к нам еще раз вернулись. Вот для этого, в первую очередь, это мы создаем комфортные условия для самого человека. И вот на сегодняшний день над этим достаточно серьезно работаем. То есть система информатизации, она сейчас по всей области представлена Кировской. То есть у нас информатизация во всех больницах также есть. То есть это электронные очереди и все. То есть у нас центр крови тоже непосредственно здесь имеет свои позиции. То есть уже с прошлого года, с октября месяца у нас была организована электронная очередь в кабинеты врачей. Далее мы организовали электронную очередь во все другие кабинеты. То есть это в регистратуру, это в процедурный кабинет, это в лабораторию. И таким образом любой человек, приходя к нам, минимально получает, скажем так, какие-то конфликтные ситуации друг с другом. В то же время одновременно у нас работают два сайта по записи доноров. То есть каждый человек, если он экономит свое время, он может записаться на сайте непосредственно к врачу, либо провести запись в регистратуру. Придя в это время, на которое он записался, он получает талончик. И в это же время у него загорается на табу, он подходит и без каких-либо промедлений сдает. То есть его нахождение, этого человека в центре крови уменьшается минимально. То есть это он проходит только обследование, поднимается, никаких очередей уже для него нет. Поэтому мы идем в этом периоде. Правда еще не все доноры активно этим пользуются. То есть это больше как раз молодые люди используют, то есть кто использует активный интернет. Но каждому мы показываем, то есть каждый может этим воспользоваться. Правильно с этим у нас непосредственно в три учреждения организована запись. Каждый человек, который выйдет после донации, может сам записаться на следующую донацию. То есть следующая донация, возможно, крови не менее чем через два месяца. Вот он может через два месяца подумать, когда еще придет, и сразу записаться, и получить талончик, и прийти в определенное время. Это в то же время ему будет напоминание, что необходимо подойти еще раз, сдать кровь и пройти обследование. Подождите, вы говорили недавно, что 180 суда должно пройти с момента первой сдачи крови, когда она... Да, то есть человек, приходя через два месяца, он сдает кровь. И вот так вот, если каждые два месяца он ходит, то компоненты крови начинают проходить карантин уже через каждые два месяца получается. То есть через шесть месяцев пройдет карантинизация та, которая шесть месяцев назад. Потом проходит еще два месяца, проходит та кровь, которая там через два месяца сдавалась. И вот таким образом мы получаем уже шесть раз в год карантинизированный продукт от этого человека. Но 6 раз мы не можем, так как максимальное количество донаций для женщин это 4 кроводачи в год, а для мужчин это 5 кроводач в год. Поэтому интервалы средние как раз порядка 3 месяцев бывают. То есть человек, который приходит в первый раз, сдаёт кровь, она 180 суток находится на карантине, а дальше что с ним происходит, если он больше не придёт, вдруг так случилось? Ну, значит, если донор крови не приходит повторно, то есть бывают такие ситуации, сама плазма крови, она имеет срок годности 3 года. Она хранится при температуре ниже минус 25 градусов, специальные морозильные камеры, и мы 3 года ждём этого человека. Если он не приходит, то данный компонент крови может быть забракован, но есть ещё дополнительная такая процедура, как инактивация вирусная. Это достаточно дорогостоящая процедура, но она возможна, поэтому в крайней ситуации при необходимости выдачи компонента крови проводится специальная инактивация микроорганизмов, всех вирусов в плазме. Плазма, которая данную процедуру прошла, полностью, скажем, на 100% не имеет никаких инфекционных, соответственно, инфекций, вибрионов, даже бактерий. Это в том случае, если человек не пришёл, не планирует прийти, и у него редкая группа крови, которая нам на сегодняшний день нужна обязательно. Вот тогда данная процедура запускается, и компонент крови выдаётся. А как Вы узнаёте, планирует он прийти или нет? То есть Вы как-то с ним контакт поддерживаете? Да, то есть вот как раз работа, в первую очередь, по привлечению людей, то есть донору в момент сдачи крови обязательно с ним проводится собеседование, что он должен прийти и для чего это делается, ему объясняется. И обязательно через полгода сотрудники Центра Крови досмотрят по базе данных. У нас единая база данных, то есть все сведения, все эти есть по каждому человеку. Причём каждый человек, приходя к нам сам, даёт согласие на то, что мы будем его информировать о необходимости прийти ещё раз. То есть если он согласен, то через полгода сотрудники Центра Крови ему звонят по телефону и приглашают на донацию. Также если появляется необходимость в его компоненте Крови экстренно, так же он приглашается. Нередко возникает, к сожалению, нередко возникает и появляется объявление о том, что срочно нужна та или иная кровь той или иной группы. Вот как в этом случае происходит процесс, если человек никогда раньше кровь не сдавал, то есть его в базе нет, и вот он решится сдать свою вот редкую нужную группу Крови, что будет? Нет, объявления, которые регулярно появляются, то есть необходимость той группы Крови или той, то есть это в первую очередь необходимость такой вот в Центре Крови, её не появляется. То есть заявки все полностью удовлетворяются всегда. И вот как раз всегда встаёт вопрос, вот где понадобится такая необходимость. То есть это чаще бывает так, что сами родственники недопоняли врача, недопонимают, и сразу говорят, что необходимо переливание крови, они сразу начинают самостоятельно говорить, что надо сдавать кровь или что-то. Но лучшее, соответственно, переливание – это как раз от постоянных, от кадровых доноров. То есть самое безопасное переливание в первую очередь. И компоненты крови всегда есть в наличии. Экспедиция наша, то есть работают круглые сутки. И все заявки мы обеспечиваем в течение постоянного времени, то есть без права даже на обед как таковой. Поэтому каких-либо вот таких экстренных ситуаций стараемся всегда избегать. Если появляется какая-то ситуация, вот на данный момент экстренная, всегда есть компонент крови, который сразу могут забрать и перелить. Поэтому такой сложности по вызову донора, она возникает только при некоторых компонентах крови. Скажем, это у нас концентрат тромбоцитов. То есть это компонент крови, который имеет срок хранения всего 5 дней. Поэтому его обеспечить запас в учреждении очень сложно. То есть это тоже дорогостоящий компонент крови, который заготавливается. Но вот как раз по концентрату тромбоцитов мы регулярно доноров приглашаем. То есть появляется заявка, мы приглашаем донора, он остановится, сдаёт кровь и заготавливается от него концентрат тромбоцитов. В дальнейшем он проходит тоже вирусную инактивацию и выдаётся в лечебную сеть. То есть тоже полностью инфекционно безопасный компонент крови. Но срок годности всего 5 суток. Таким образом, Игорь Владимирович, постоянно база существует и постоянно пополняется. То есть практически не бывает таких проблем, чтобы срочно потребовался тот или иной компонент крови. Компонент крови срочно бывает, конечно, требуется. Я говорю, что он сразу же и выдаётся. Все лечебные учреждения в области, они имеют в своём также запас компонентов крови у себя в учреждении. Поэтому если у них возникает такая ситуация, они в первую очередь расходуют свой запас, потом делают заявочку к нам в центр крови и пополняют свой запас. Вот за счёт этого, то есть все отдалённые районы, они обеспечивают максимально кратковременный вот этот период. Появилась потребность, сразу взяли кровь. Потому что ехать издалека, конечно, занимает время. Но имея свой запас, они могут это обеспечить. Да. Как раз давайте поговорим ещё о Кировской области. Территория у нас очень большая. И вы упомянули о том, что 14 июня в Орлове будет ещё организован пункт сдачи крови. В других районах производятся ли такие процедуры? Насколько это востребовано? Насколько люди готовы в других районах кровь сдавать? На сегодняшний день, да, на самом деле, наше учреждение работает регулярно, то есть в выездных условиях. Есть даже специальная выездная бригада, которая ездит. Как минимум, это порядка 90 выездов в год. То есть половину недели они находятся в районах области. И, надо сказать, во всех районах очень хорошо отвечают доноры, они приходят. Также перед донацией проводится вызов людей. То есть всегда сотрудники центра крови звонят в любой район, так как там люди оставляют свои номера телефонов специально и приглашают, что в такой-то день мы приедем, сможете ли вы подойти. Человек приходит, также без проблем, приходит, сдаёт кровь, становится донором. То есть эти акции во всех почти районах области проводятся. Расскажите, пожалуйста, насколько вас требовано и насколько люди, допустим, группами идут, корпоративно, коллективно, насколько это вот сейчас, мне кажется, должно быть популярно, такое общее движение? Нет, движение такое есть. То есть на сегодняшний день пропаганда донорства, она не только на оригинальном уровне, она работает ещё на федеральном уровне. Также, то есть привлечение доноров – это большая задача перед службой крови. Поэтому много программ разрабатываются, в которых могут участвовать и корпоративные, корпорации какие-либо. Ну вот на сегодняшний день есть федеральная программа лояльности. Она, скажем так, вот только с этого года начала реализовываться. И её первая очередь задача, то есть это призвать коммерческие структуры оказывать какие-либо, давайте, какие-либо скидки, может быть, какие-то возможности больше, чем у другим людям, для тех людей, которые сдали кровь. А в свою очередь служба крови даёт возможность, как таковой, пиар-акции для этих компаний. То есть все вот эти массовые мероприятия, они освещаются обширно в средствах массовой информации, на интернет-порталах, в социальных сетях. И поэтому такое взаимовыгодное сотрудничество и привлечение людей, оно немаловажное также является. Плюс все, как вы сказали, да, корпорации, они приходят регулярно, сами сдают кровь. То есть нам непосредственно звонят руководители, спрашивают, можно ли к нам прийти группой, либо мы, может, к ним приедем сами. И люди станут донорами крови. Поэтому буквально неделю назад у нас приходили федеральные службы судебных приставов, сдавали кровь активно, также у них донации осуществлялись. Здесь сдавали груз недвижимость. Вот буквально вчера приходили и сдавали кровь тоже. Поэтому вот такие клиенты, скажем так, ну, точнее, структуры, которые тоже отзываются и хотят, видимо, помогать людям. Тоже им большая благодарность. Причем они также приходят ежегодно, то есть по два раза в год. И от них карантинизация проходит, и выдача идет регулярно. Здорово, здорово. И, соответственно, и высокий процент очень из тех людей, кто постоянно ходит, кто корпоративно первый раз пришел. Да, есть. То есть некоторые организации приходили корпоративно, а после этого люди просто приходят регулярно, задают кровь. И причем они есть у нас в базе данных, поэтому мы им напоминаем тоже, что необходимо прийти. Если они приходят не корпоративно, а сами, пожалуйста, приходите. Всегда будем рады. Андрей Николаевич, а вот расскажите, пожалуйста, ну, вы, наверное, тоже заметили, что уже несколько лет подряд происходит некое, ну, можно сказать, оздоровление нации за счет популярности, отказа от вредных привычек, здорового питания, спортивного образа жизни. Насколько это чувствуется на ваших донорах? Ну, как таковое, скажем так, это чувствуется в первую очередь по количеству брак. Брак у нас ежегодно уменьшается, и объем в бракованной продукции тоже сокращается. То есть люди начинают вести более здоровый образ жизни и меньше заболевает. То есть количество отводов от донаций также уменьшается. То есть люди... Отводы – это когда на первичной стазии. Да, то есть когда человек пришел, и вот он не подошел, он пришел там, сказал, что вот я болел, например, гриппом, да, и, соответственно, после выздоровления прошло менее одного месяца. Это уже временное противопоказание, соответственно, вот нельзя. А тут вот эти количества отводов таких сокращаются. То есть люди, на самом деле, становятся меньше, начинают болеть. А прогноз ваш на будущее? То есть эта тенденция будет развиваться, продолжаться? Ну, надеюсь. Надеюсь, что будет все идти к лучшему, и количество отводов, браков будет сокращаться, и все будет выдаваться. Ну, давайте еще о будущем немножечко поговорим. Расскажите, пожалуйста, в связи с завоеванием новых технологий, новыми технологиями и медицины в том числе, возможно ли такое, что в один прекрасный год, да, тысячелетия, вот так случится, что мы сможем совершенно отказаться от донорства крови за счет вот именно новых технологий? Насколько это реально и возможно? Ну, на сегодняшний день это мало возможно, ну, потому что компоненты крови, вот именно которые переливаются, их пока заменить, ну, невозможно. Еще не создано таких, скажем так, средств, которые их заменят. Либо частично могут заменить, но их стоимость колоссальная, и поэтому, скажем так, тоже не очень недоступна. Но потребность, я думаю, в компонентах крови, она будет всегда. Потому что как в незаменимом компоненте крови и спасающем жизни. Экология как-то влияет ли на компоненты крови? То есть, вот Вы говорили, что отводов становится все меньше. Могут ли возникать и возникают ли какие-то еще дополнительные трудности, можно быть, да, с которыми вот постоянно приходится центру крови сталкиваться? Там какие-то дополнительные вещества, может быть, или что-нибудь? Нет, перечень обследования, которое проводится для доноров, он утвержден нормативной документацией, и, скажем так, ограничен. И вот в этот период выявляется только то, на что мы смотрим в первую очередь. Поэтому оцениваем именно по этим позициям. По этим позициям количество, скажем так, брака уменьшается. То есть количество больных, приходящих сдавать кровь, гепатитам, скажем, сиефилисом, и чем оно уменьшается. То есть люди приходят чаще, уже больше сейчас, именно кадровые, активные доноры. То есть те люди, которых мы регулярно проверяем, которые постоянно, и этот человек уже знает. И мы в нем уверены, что он ведет образ жизни, достойный, правильный. И он становится донором. А в центре крови кировском кровь и препараты крови поступают только на территорию Кировской области, или какие-то взаимодействия с другими регионами России происходят? Центр крови заготавливает компоненты крови. Препараты крови – это немножко другое. То есть здесь нельзя два понятия путать. Поэтому компоненты крови для всех учреждений области именно заготавливаются только в нашем учреждении. То есть центр крови и шесть филиалов в районах области, кто занимается и обеспечивает именно компонентами крови лечебную сеть, медицинские организации области. Поэтому обеспечение в полном объеме своих нужд силами именно области осуществляется. Ни каких-то дополнительных привлечений из других регионов, компонентов крови, что-то этого нет. Нельзя и не будет. А мы им отправляем ли кровь? Мы тоже никому не экспортируем. То есть все, что заготовили от наших доноров здесь, это остается у нас же в регионе и выдается в лечебную сеть нашего региона. Ну что, наверное, это мы будем заканчивать. Еще раз давайте подрезюмируем. Если человек решил, хочет сдать кровь, что ему нужно сделать? Как подготовиться? Ну, если человек решился сдать кровь, ему нужно прийти в центр крови и дальше действовать по инструкции. То есть нужно пройти обследование и сдать ее. И если решившиеся 14 июня захотят сдать кровь, соответственно, нужно прийти в центр крови, потому что заранее, чтобы пройти обследование и уже непосредственно 14 июня торжественно сделать первую дону. Да, если это первичный донор, то есть им желательно прийти, но вот уже, получается, нужно было сегодня прийти. А 13-го не работаете? 13-го невозможно. Вы говорили просто за один донор. Да, да, да. Да, конечно. 13-го числа все первичные доноры могут подойти, сдать анализы и если все хорошо у них 14-го числа в торжественной атмосфере отпаздновать Всемирный день донора. Ну и в преддверии Всемирного дня донора конечно же хотелось бы от себя лично и от всех сотрудников Центра Крови, от людей, работающих в системе службы крови, поздравить всех доноров, всех людей, которые когда-либо пришли и сдали кровь с их днем, с праздником. Пожелать им крепкого здоровья, дальше помогать людям всегда быть такими же отзывчивыми и чтобы всегда были успешны, чтобы все у вас получалось. С праздником! Да. Ну что, спасибо большое, Андрей Николаевич. Заканчиваем сегодня нашу программу. Сегодня мы говорили о донорстве крови и в гостях у нас был главный врач Кировского центра крови Андрей Николаевич Тарасов. Спасибо большое. Приходите к нам еще. Обязательно. Спасибо. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.